Как найти неподвижную точку? Есть одно крестцово-черепное массажное движение, которое можно использовать вместе с третьей позицией рейки на голове, когда получатель лежит на спине. Оно называется неподвижная точка, и его использование приводит к выравниванию энергии всего позвоночника сверху донизу. Не делается никаких манипуляций с позвоночником, и вся процедура абсолютно безопасна. При неправильном выполнении ничего не происходит. При правильном выполнении эта процедура может избавить от мигрени, снять головную боль, облегчить боль в шее и нижней части спины, выровнять челюсть и часто дает тот результат, что и полное мануальное лечение. Я однажды использовала неподвижную точку с женщиной, которая попала в автомобильную аварию и ударилась головой о стекло машины. Она буквально видела звездочки и была сильно дезориентирована. Проведение неподвижной точки вывело ее из этого состояния, и у нее больше не было таких проблем. Я часто применяла это в случае мигрени с чудесными результатами. Кроме того, это отлично подходит для снятия эмоционального напряжения. Вы можете безопасно проводить это даже с людьми, у которых проблемы со спиной. Есть несколько способов проведения неподвижной точки на разных частях тела. Описанному ниже способу обучены большинство массажистов-терапевтов, но, по-видимому, они отбрасывают его, не понимая его ценности. Сначала найдите на себе две точки акупунктуры ВЛ-10. Эта пара расположена с задней стороны верхней части шеи, на обеих сторонах позвоночного столба, в том месте, где костная структура головы соединяется с шеей. Эти точки две маленькие ямки на шейной мышце под кожей. Вы узнаете, что нашли их, по странному ощущению, которое я описываю как чувство, похожее на чертежную кнопку в мозге. Это обычно не больно, разве что если шея не с напряженными мышцами. Чаще всего получается просто непривычное ощущение. Когда вы нашли одну точку, найдите вторую. Когда вы научитесь находить эти точки на себе, попробуйте находить их у других людей, пока они не станут привычными для вас. Эта техника используется тогда, когда вы проводите лечение и ваши руки находятся под головой получателя. Его голова лежит на ваших ладонях. Сначала найдите эти точки, указательными пальцами обеих рук, с каждой стороны шеи. Человек может сказать вам, когда точки найдены, если вы ждете его помочь. Важно, чтобы руки были на этих точках, или ничего не произойдет. Вдоль линии соединения черепа с шеей много пар таких точек, и большинство из них действуют. Точки ВЛ-10 ближе всего к позвоночнику, но не прямо на нем. Когда вы нашли эти точки, держите на них пальцы и слегка надавите. Проходящий лечение человек почувствует ваши пальцы на этих чувствительных местах. Затем наблюдайте за его дыханием. Надавливание на точки акупунктуры ВЛ-10 пульс позвоночной жидкости, частота которого 17 ударов в минуту. Когда происходит этот баланс, сердцебиение, частота пульса и дыхание на некоторое время синхронизируются. Вы заметите это. Вначале человек дышит, как обычно, ритмично поднимая и опуская грудь. Когда достигается синхронизация неподвидной точки. Для этого может потребоваться немного времени или несколько минут. Человек может сначала глубоко вздохнуть, а потом скорость его дыхания уменьшится. Его грудь перестанет подниматься и опускаться и станет почти неподвижной. В этот момент чуть сильнее надавите пальцами на точки акупунктуры и мягко потяните точки на себя, приблизительно на 1 см. Вы можете почувствовать, что шея слегка сдвинулась. Это очень мягкое вытяжение без применения силы. Твердо удерживайте эту позицию. Через минуту или две целитель начинает чувствовать легкое пульсирование на кончиках тех пальцев, которые давят на точки. Наверное, вы сначала почувствуете одну, а потом вторую, прежде чем обе точки начнут пульсировать одновременно. Когда вы почувствуете пульс с обеих сторон, снимите пальцы с точек и выньте руки из-под головы человека. Неподвижная точка выполнена. Продолжайте сеанс рейки. Благодаря балансированию энергии позвоночного пульса позвонки выравниваются. Кости могут переместиться на свое место. Целитель не проводил самого выравнивания. Это сделали энергии неподвижной точки и рейки. В конце сеанса человек, прошедший неподвижную точку, чувствует себя непривычнее, чем после обычного сеанса рейки. Это продолжается приблизительно полчаса. Это ощущение приятно, и человек очень расслаблен, но ему нельзя водить машину, пока оно не пройдет. Большинство людей не могут провести неподвижную точку самим себе, но это возможно. Попробуйте положить два теннисных мяча в носок и завяжите конец, чтобы мячи были вместе. Лягте на жесткую плоскую поверхность, пол, положив связанные вместе теннисные мячи под верхнюю часть шеи. Откиньтесь на мячи, чтобы произошло вытяжение. Благодаря этому получится давление, необходимое для самостоятельного проведения неподвижной точки. При выполнении этого процесса возможны две ошибки. Если ваши пальцы находятся не совсем точно на точках, человек не войдет в состояние синхронизации и ничего не произойдет. В другом случае, если вы приложите вытягивающее давление до синхронизации, выравнивание позвоночника тоже не произойдет. Если вы пропустили синхронизацию, человек вошел в это состояние и вы не сделали вытяжение, подождите, пока это не произойдет снова через несколько минут, при этом держите пальцы на точках надавливания. Если человек не синхронизируется и прошло много времени, попросите его очень глубоко вздохнуть. Это может привести его в состояние, в котором вы сможете приложить вытягивающее давление. Если при выполнении неподвижной точки вы допустите ошибку, вообще ничего не случится. Лечение не произойдет, но не будет и никакого вреда. Эта процедура приносит столько пользы столь многим людям, тем, у кого мигрень или проблемы со спиной, что я обычно обучаю на семинаре Рейки-1. На самом деле это не часть Рейки, хотя это определенно важная часть исцеления. Она настолько хорошо вписывается в третью головную позицию, что ее место в книге по Рейки. Одна участница одного из моих курсов написала мне. Лечение неподвижной точки, которое вы провели для моего синдрома смещения челюсти, не опишешь иначе как чудесное. Челюсть не только перестала выскакивать из гнезда, она больше не щелкает, когда я открываю и закрываю рот. Спасибо огромное. Эта процедура проста, но чтобы научиться, ей нужно немного практики. Она явно того стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!